Русский мир Русский мир Автором книги «Как найти идею и начать зарабатывать в Инстаграм» и не только. Бизнес-консультантом с большим опытом работы в бизнес-проектах и крупных компаниях Марии Точилиной. Здравствуйте, Мария. Мемы — это целое мировое сообщество. Мы уже это знаем, чувствуем, испытываем на себе ежедневно. И всё это мировое сообщество связано неким эмоциональным единством. И у большинства людей от них появляется зависимость. Мы знаем, что мемы можно смотреть бесконечно, днями, неделями, ну, в общем-то, и всю жизнь. Отсюда и эффект этого дофаминового потребления. Нужно ли с этим бороться уже поздно? Или всё-таки ещё есть время, и это новая реальность, с которой нужно соглашаться? Прошу вас. Кто начнёт? Ну, я думаю, что вот бороться бесполезно, да? Потому что это часть нашей жизни, это, собственно, вот сами по себе, как понятие мем же, это не новое какое-то, производное. Расскажите, пожалуйста. Ну, вообще, если вот так вот прям совсем туда, то самый первый мем — это, наверное, наскальные живописи, да? То есть это единица информации, которая передаётся от человека к человеку. Просто сейчас мы имеем дело, и говорим мы сегодня скорее о мемах, которые в определённой форме существуют, да? Вот этот видеоформат юморной, ну, с каким-то жёстким подтекстом, да, с более таким ниже пояса или выше пояса, да? То есть с корректным или некорректным, это уже определяет контент и потребитель, который это потребляет, потому что кому-то заходит, кому-то не заходит, да? Это тот формат, который подъезжал на Инстаграм и взорвался с ТикТоком вместе, да? Ну, Инстаграм, ТикТок, вообще соцсети — это отличный канал для распространения вот такого формата информации. А бороться... Тут скорее два, наверное, момента. Во-первых, если это появляется в культуре, а это всё-таки носитель культурного, да, какой-то культурной единицы. Культурная единица, как бы мы не в том плане хорошо это или плохо, а в принципе это единица культурной информации. Точно так же, как кино, балет, всё, что угодно. Ну, да, если как про форму. Здесь вопрос в том, что как с этим жить, то есть нужно ли этим как-то управлять. Если ты просто потребитель, одно дело, да, если ты хочешь через это управлять какой-то реальностью, есть же такое знаменитое выражение «не можешь справиться с хаосом или анархией, возглавь её». Да, здесь тоже умные люди это дело могут подхватить и подхватывают, что мы видим с Трампом, например, да, и управляют реальностью вот так, как им нужно. Поэтому бороться бесполезно. Вопрос, как с этим научиться жить. Я полностью согласен. Согласен. В тот резкий случай, когда дуэль, и ты полностью согласен. Да, мемы есть абсолютно во всех прослойках, в том числе и интеллектуальных прослойках, потому что встречаются иногда такие мемы, когда выкладывают их, и половина людей прекрасно понимает, о чём это речь, половина людей не понимает. Знаете, в чём парадокс? И в целом, почему мне импонирует мема? Мема — это очень тонкая штука. И для того, чтобы она вызвала у тебя хорошие эмоции, прям вот взорвалась в мозге такая небольшая дофаминовая прелесть, ты должен быть интеллектуально подкован, иначе ты всю тонкость не поймёшь. То есть это не деградация? Я так где-то не вижу. Я не рассматриваю это, потому что, понимаете, в чём дело? Можно ли афоризм Жванецкого отнести к мемам? Я уверен, что можно. Но они чрезвычайно тонкие. И чтобы их понять, понять фразу, что и самовар у вас электрический, и сами вы неискренни, ты должен прочувствовать что-то другое, потому что это нелинейная фраза. И в ней соложен определённый сюрг, над которым нужно подумать. Конечно же, есть и мемы очень простые и очень примитивные, но здесь абсолютно вы правы. И когда ещё Ричард Докинс как раз обратил внимание, что мем — это вот культурная единица. И за счёт мемов гораздо быстрее передаётся информация и эмоциональный настрой. Это инструмент такого суперускорения. А во-вторых, как и всегда юмор, мем — это способ понять, где свой, а где чужой. Потому что по мемам очень простое отделение. Ты отправляешь определённые мемы определённым друзьям. Ты выкладываешь определённые мемы в своей социальной сети, но определённые ты никогда не выложишь, потому что понимаешь, что это оскорбит чувства твоих подписчиков. Они сохранены в отдельной папочке. В отдельной папочке для индивидуального смеха и показать друзьям, когда уже в конце вечеринки. В пятницу после полуночи. Так и есть. Отлично. А как вообще что-либо становится мемом? Можно ли этот процесс описать? Я думаю, что здесь есть просто составляющие. Вот как есть в коктейле какие-то важные составляющие, которые делают коктейль именно тем, каким он есть. Здесь, наверное, так. Это образ. То есть в меме всегда есть образ. И он должен быть отдельно от создателя, получается? Нет. Некая единица информации становится мемом или не становится им. Чтобы она стала действительно тем мемом, в том числе, про который мы говорим сегодня. Образ. Раз. Эмоциональная какая-то составляющая. Заставить смеяться или даже заставить... Какие-то же мемы возмущают. Настрой-то там может быть эмоциональный совсем. Я не помню такого. Слушайте, ну, если посмотреть политические мемы, то там можно... То, что делает Ёлкин, например, в очень большом количестве, это прекрасная сатира, которая потом расходится на мемы с изображением. То есть это не всегда смешно, но всегда эмоционально. То есть мемы — это не про... Вот если мы представим такую условную шкалу эмоций, вот здесь ноль, ну, то есть спокойно, никак, да? То есть нет каких-то ярких эмоций. Вот сюда плюс, вот сюда минус. Вот мем — это обязательно выход за ноль. То есть либо вот сюда, либо сюда, да? И так как это эмоция, это сразу такая энергия, и понятно, что... И естественно, через эмоцию легче гораздо воздействовать. То есть образность, эмоциональность, контекст, то есть понятен должен быть, да? То есть какая-то контекстность всегда там есть. Что там еще? Ну, вот, наверное, такие основные ингредиенты этого коктейля. Получается, это немножко карикатуры, которые были раньше в газетах и в журналах. Сатира. Если еще раньше, то это вообще сатира и крокодил. Крокодил, да? И вопрос в том, что... Очень часто, кстати, реклама становится мемом. Мы все еще помним определенные фразы, и мы ими разговариваем иногда и не просказываем. Там, вела риба, вела баджа, кипятите. Убоги, убоги. То есть при том, что... Ты не помнишь бренды, которые за этим стояли, но ты помнишь очень хорошо эти фразы. И здесь, на самом деле, мемов создается гигантское количество. Мы пока вот говорим, я не знаю, сколько было тысяч мемов создано в Рунете. Но вопрос в том, что не все они приживаются. Какие-то очень быстро уходят, какие-то с нами надолго, и здесь только люди определяют то, что быстро становится вирусом. И распространяется как вирус, когда ты хочешь другу это отправить. Потому что ты понимаешь, что, вы абсолютно правы, у него это вызовет какую-то эмоциональную реакцию. Он либо с тобой погрустит, либо с тобой посмеется. А эти две эмоции, они очень сильно объединяют людей. Грустить вместе приятно, смеяться вместе приятно. Мы социальные животные. Нам не нравятся мемы сохранить себе и смотреть на них. Нет, нам хочется ими делиться, чтобы объединиться. Это эгоистичная история. Объединиться и кайфануть от того, что, о-о-о, смотри, какой классный мир. Получается, те люди, у которых нет соцсетей, или они отказываются от них сознательно, есть же такие, их немного, но они есть, они упускают огромную возможность получить какую-то общность, или там социализироваться. Вообще, думаете ли вы, что люди, у которых не будет соцсетей в будущем, будут считаться преступниками? Наступит ли такое время? Нет соцсетей, тебя нет. Ну, социальными изгоями, как макбанган. Изгоями, да. Но не преступниками. Хотя, смотрите, в Китае же есть уже вот эта система, когда у тебя есть твой личный рейтинг, который в том числе составляется на основе того, что ты там постишь, репостишь, где ты присутствуешь, в каких соцсетях ты есть. Поэтому тут, наверное, может быть не преступление, но подозрение. Нет соцсетей, как будто нет паспорта. Это вот так, наверное. Нет истории. Нет истории. Твоих действий, и мы не понимаем, каким набором ценностей ты живешь. Кто ты такой? Да. А это очень важно для людей. Но при этом, это, кстати, интересный разговор, потому что я действительно не понимаю, как живут люди вне социального контекста вот этого с точки зрения мемов. Так-то у них все в порядке. Они, возможно, сильно счастливее тех, кто и присутствовал в социальных сетях. Но я пару раз просто пытался перерассказать картинку мема. И это каждый раз получается очень убого. Потому что ты не можешь... Ты говоришь, смотри, там нарисовано, и там, значит, написано. И человек такой, слушай, ну, как бы, ну, наверное, смешно. Темперитм восприятия. Образ, да? Попробуй перескажи. Вот там есть коты. Написано, Наташа, вставай, мы уже все уронили. И что? Да? В чем прикол вообще? В чем, да? И это очень забавно, потому что перерассказать это невозможно. Но при этом у меня есть ощущение, что мемы, наверное, переоценены с точки зрения того, что они могут что-то двигать куда-то вперед. Мемы это фотография нашей жизни, как мы живем сейчас. И это определенная сатира на текущий момент. У меня нет ощущения, что они чрезвычайно сильно преломляют что-то в будущем и изменяют траекторию развития общества. Прошлое, вот если сейчас мы откроем мемы из 90-х, я думаю, что мы с вами вряд ли улыбнемся. Ну, мы так поностальгируем, но уже это не вызовет той бурь эмоций, когда это было в моменте. И мемы хороши в моменте. Ну, вот уже сейчас вы, наверное, знаете, что это упоротого лиса. Мне вчера пришло сообщение тоже, все моим друзьям уже написали, пожалуйста, купите чучело упоротого лиса. Пусть он будет у вас, этот лис, делайте с ним что хотите. Мы передаем вам все, включая авторские права на упоротого лиса. А он не нужен мне. То есть я вот как маркетолог, я даже не знаю ни одного клиента моему, которому пригодился бы сейчас упоротый лис. Точно так же, как и ждон, время ждона ушло, ну, если совсем честно говорить. То есть мемы, это хорошо в моменте, но они не так сильно уж нас вот куда-то направляют. Может быть, чуть-чуть где-то и корректируют, но на самом деле, мне кажется, что это вот такая вот фотография нашего периода. А есть эта проблема с людьми, которые не могут остановиться и потребляют безконтрольно, забывая про все? Есть ли вообще эта проблема? Надо ли спасать кого-то от нашествия мемов в их сознании? Ну, по поводу спасать, не знаю. Конечно, если проблема, то она есть, но она скорее не касается не локально мемов, а вот этого потребления хаотичной информации, потока информационного. То есть, когда люди зависают, потому что ты понимаешь, что, да, такой, ты вроде бы так на секундочку зашел, и бас-бас-бас, и уже часа нет. И уже, да, часа в лучшем случае, да, в лучшем случае часа нет. На мемах, кстати, вот на таких не зависаю, но вот, допустим, мем, который мне очень нравится, такой типа ха-ха-ха, прям вот смешно-смешно, и это про Наташу, конечно, вот этих котов, и Наташу, это вот такая, ибо же интерпрет... Я, кстати, даже не видел. О, прекрасно. Там еще куча интерпретаций, вот эти вот коты, когда говорят очень разные вещи. Но Наташа, это такой собирательный образ, Наташа, вставай, Наташа, мы все уронили. И его, опять-таки, учитывая контекст, и уже кто только, куда только не переделали, вот на вот этот локдаун, когда был, там тоже, значит, вот с Росгвардией, вместо которых были... Спасибо, что я видел тоже. Забавно, да, очень забавная тема. Поэтому здесь спасать кого-то скорее не получится. Другое дело, что... Вот почему так происходит? Смотрите, на нас в последние, ну, там, 10 лет поток информации, который сваливается от обыкновенного человека, он, мне кажется, просто превышает возможности психики это переваривать. И вот то, что нужно бы, конечно, опять же вопрос, кому это нужно, учить людей структурировать информацию и отделять, ну, словно шлак от не шлака, потому что вот это потребление всего... Ладно, взрослые люди, то есть ты можешь себе поставить границу, ты понимаешь, что вот это вот, ну, я не ем. Я прекрасно вас понимаю, у меня две дочери, 16 лет. И это, понимаете... А тогда, когда у человека... И когда у человека еще нет внутреннего стержня, и вот это вот. Я видела, как в аэропорту сидит маленький ребенок, ему дали книжку, он вот так вот делает, да, и злиться, что ли? Даже мы уже начинали телевизоры пытаться на телевизоре увеличить. конечно же, воздействие однозначно есть, да, воздействие приводит к влиянию, влияет это все на психику, на сознание, на поведение влияет. Запретить вряд ли можно, спасать человек... Вот вопрос, система сама отрегулируется, потому что, я понимаю, сейчас я очень хочу испытать удовольствие, и я захожу, например, в ТикТок, сейчас я буду смотреть много веселых видосиков, и мне будет классно, и так далее. И мой мозг сам в итоге отбирает, ой, что-то сегодня было невесело, вот это мне... и понимает в какой-то момент много всего, и большая часть плохого, а вот есть хорошие, и я там привязываюсь к кому-то, начинаю за кем-то следить, и сокращаю это. Или нет? Нет, вы же помните эксперимент с мышами, когда им в мозг, в дофаминовые центры ставили электроды, и мышам выдали кнопку, что они могут стимулировать эти центры и вырабатывать большой количеств дофаминов. Так, расскажите, я уже не помню. Мыши постоянно давили на эту клавишу, пока просто их мозг не сгорел, ну реально, то есть они умирали. То есть невозможно остановиться вот в этом нажатии того, что дофамин. Что сейчас делают социальные сети? У них есть один с его критерием успешности, у социальных сетей. Это время, которое пользователь проводит в социальных сетях. Все, в чем они заинтересованы, перестроить алгоритмы таким образом, чтобы вы, попав туда, не заметили, как пришел следующий день. И вот здесь вопрос очень важный как раз, в том, что весь контент, который создается, он сейчас ориентирован на то, чтобы вы не выпали оттуда и потребляли как можно социальных сетей. А если говорить про то, как с этим бороться, и что делать, и нужно ли бороться, то, знаете, мне очень нравится, когда создателю сериала «Симпсоны» очень много предъявляли претензий в отношении того, что дети пародируют поведение Барта Симпсона из этого сериала. И что начинает себя вести настолько же плохо. И в Америке собрали петицию, что давайте запретим сериал «Симпсоны», потому что он очень разрушает детскую психику. И на что создатель сериала вышел и сказал «Друзья, для того, чтобы в вашей семье не вырос Барт Симпсон, вы не должны быть Гомером Симпсоном. Это единственная механика, как это работает». И здесь вопрос всегда очень простой. Про наше поколение, взрослых. Слукавил чуть-чуть, но в целом да. Очень сложно сформировать какое-то общество запретительными мерами, еще чем-то. Поэтому, например, яркий Китай, где запрещены социальные медиа, но все нашли способы, как их обходить в Бренд Маур и все равно потреблять этот контент. И это так будет всегда абсолютно. Здесь вопрос в том, что мы должны приложить, конечно же, максимум усилий к неуменьшению потребления контента у наших детей. Это невозможно уже сейчас. А к пониманию хорошего и плохого контента. Кстати, по поводу мемов, вот мне кажется, если бы большие системы, ну, я не знаю, правительство, да, начало разговаривать со своим электоратом при помощи мемов, вот тут, наверное, можно было бы прямо... Что-что? Ну, однозначно это будет влиять на определенную часть. То есть, если это популярный язык, то, начав разговаривать при помощи мемов, ну, какую-то часть информации, доносить, вот здесь можно дойти, да, очень таких интересных вещей. Трамп, вот возьмем Трампа, в предвыборной кампании он очень часто был героем разных мемов. И одна из версий того, почему он все-таки победил, в том числе, как составляющая, это потому, что он настолько вызывал разные эмоции, то есть, человек даже неосознанно, как бы, а, узнаваемый образ, позитивная эмоция, ха-ха-ха. А как это работает, вот узнаваемый образ, почему мы несем, не знаю, деньги, свое время, свои голоса. Узнаваемым людям. Узнаваемым людям, вне зависимости от, да. У вас есть об этом в книге? Я сейчас расскажу на примере известного российского поисковика. У них есть баннер сразу под строкой поиска, на который никто никогда не кликает, потому что, в целом, он самый не кликабельный, но самый дорогой инструмент. Все всегда маркетологи задавались вопросом, а почему же, если никто не кликает на этот баннер сразу на главную страницу, сразу под строкой поиска, он такой дорогой. Почему нет? Переходов, но он так дорого стоит. Оказалось, все очень просто. У нас есть центр в мозгу, отвечающий за узнавание знакомых предметов, и есть в рекламе эффект проглядывания. Ты не видишь эту рекламу, ты не обращаешь на нее внимания. Но когда ты встречаешь ее спустя какое-то время, у тебя в мозге начинает вырабатываться дофамин, ты видишь знакомый тебе предмет. И мозг тебе говорит, кажется, это что-то знамое. Своих, да. Давай-ка мы это купим. Это даже проводили эксперимент с людьми, которые не знают иероглифы, им показывали иероглифы рандомно все. И когда они видели повторно определенный иероглиф, мозг радовался. Вопрос. Мария, вот вы в своей книге «Как найти и начать зарабатывать в Инстаграм и не только» вместе с Маргаритой Былининой рассказываете, как представлять в сетях себя и свой продукт. «И для чего нужна грамотная стратегия продвижения?» Вы рассказываете, как находить свою аудиторию, заинтересовывать, пока все правильно, да? Да. Да. Вот получается, что есть, например, даже такие родители, которые берут детей и начинают заниматься ими в соцсетях и создают с ними мемы, создают видео, контент и так далее. По сути, они готовят их на продажу и дальше это какие-то курсы, чек-листы и все остальное. То есть, ваша книга помогает вот таким людям начать зарабатывать в соцсетях. Я правильно понял? Ну, вот тут как-то... Это, знаете, как это «давайте слепим одно и другое». Не совсем так. Да-да, я специально так сделал. Я понимаю, да. То есть, тут нужно отделить мух от котлет. Давайте. Конечно же, если человек, которому нужно продвигать свою идею и нужно из какой-то своей идеи создать а-ля предпринимательства или бизнес, или... Ну, просто бизнес – это очень такое понятие, которым я оперирую очень осторожно. Коммерческий проект. Вот так скажем. То есть, если человек, у которого есть некий объект, и он с помощью этого объекта, идеи, хочет создать коммерческий проект, прочитав эту книгу, ну, да, почему бы и нет, он сможет это в том числе сделать. Она поможет. Но это как, знаете, если я прочитаю «Майн кампф», я тоже могу оттуда подчеркнуть очень ценные вещи по поводу, допустим, управления массами, да? Книга помогает найти свое и сделать это самое свое, ну, то есть, вот свой интерес, да, коммерциализировать, его вывести на коммерческую составляющую. Да, как из твоей идеи, которая в тебе откликается, сделать крутое дело. А вот, когда мы говорим про тех, кто начинает манкировать с детьми или какими-то еще там... Это вопрос ценности всегда. Ну, тут уже никак ты не можешь... Я не могу сказать, вот это не читать, вот это не поможет, да, вот этим не делать. Тут уже вопрос, скорее, конечно, ценностей, ценностный, да? И если эти люди так делают, ну, с точки зрения инструмента у них это получится, с точки зрения там того, что у них в ценностях, зачем им это нужно, но это... Как бы книга к этому не имеет отношения. Ну, судя по вашему языку тела, вы поддерживаете родителей, которые... Интересный момент. Которые выставляют своих детей как товар? Ну, да, которые работают с детьми как продюсеры. Категорически нет. Ну, почему? Если человек... Нет, если человек работает со своим ребенком как с продюсером, то оно, если выставляет прям как товар, ну, моя система ценностей, она немножко другая. То есть, ребенок, это не товар. Не зря. Кстати, даже в законе о рекламе запрещено, как таково, использование детей, детей, да? Но с детьми получаются самые... Ну, не самые, но... одни из самых сильных мемов. Лично мое отношение к этому... Да, вы правы. Дети... Мы на детей как-то реагируем особенно. И на животных, да? У нас так построена система, что мы знаем, что мы должны умиляться, защищать их. И буря эмоций. Но это не мешает же и в каких-то более корректных целях использовать эти образы. Кстати, в европейских странах животные, допустим, запрещены в использовании в рекламе, потому что... Вот как. А, да? Это формирует, да. То есть у человека очень сильно снижается критичность мышления, когда он видит животное, и он умиляется, и после этого может совершить необдуманную покупку. Это считается не очень корректным поведением. Если речь не идет о кормах, там это нормально. То есть кто-то думает о том, что люди совершат некорректную покупку? Понимаете, да. Испокоятся об этом? И есть сейчас понимание того, что вырастить более здравое социальное потребление у людей можно за счет того, что понимание этих механизмов и определенное разворачивание их в другую сторону. Но это при этом не мешает. Понимаете, есть концерн, который производит очень маленькие симпатичные автомобили, которые у женщин, в частности, тоже вызывают в мозге ту же ассоциацию, что и с ребенком. Слушайте, но вообще же есть, в принципе, есть некоторые такие триггерные образы, которые эти эмоции вызывают. Дети и животные точно так. Секреты идеального мема. Дети и животные и танцы. Секреты идеального мема. Юмор. 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 Узнаваемость, эмоциональность, контент, образность. Роман, вот вы в своем блоге даете очень много интересных и полезных советов, всякие золотые правила ценообразования, о них тоже рассказываете. И говорите про успешные продажи и отвечайте на вопросы. Вот, конечно, получается, что вы отделяете зерна от плевел и получаете, даете обратную связь. И вот чему вас научила в итоге жизнь в соцсетях? Расскажите, пожалуйста, и какие открытия изменили вас? Тому, что нельзя судить по картинке. Наверное, это самое неожиданное открытие, но очень часто, когда ты попадаешь в аккаунт человека и ты смотришь на его образ, который он выставляет, а по сути, я свято верю в то, что 21 век это век экономики внимания, и люди в социальных сетях борются за свои 15 минут славы, за свое привлечение правильного внимания к себе. Но нужно очень четко понимать, что люди в социальных сетях и люди в жизни это разные люди. Согласны? С этим соглашу. Вот у меня возникло чуть другое ощущение, оно почему-то связано с аватарками. Неважно, что там, твоя фотография или какой-то цветочек или лев отражает или твое желание восприятия себя или подсознательно отражает ядро твоей личности. Конечно, да. И все, что мы производим с точки зрения контента и мема в том числе, это высказывание. Твоя аватарка, что ты на ней делаешь. И это всегда высказывание. Когда... Получается, это противоречит вашему тезису, что не надо ориентироваться на обложку. А это то же самое, как и с мемами. Это фотография момента. Ты выкладываешь свою, меняешь свою аватарку на определенный... Знаете, я сейчас здесь вот просто приведу простой пример. Так. Есть эксперимент, который показывает, что женщины в определенные дни цикла надевают более короткие юбки, которые установлены абсолютно всеми исследователями мира. Потому что... Причем женщины не могут объяснить, почему в этот день ей хочется выглядеть чуть-чуть более привлекательно и чуть-чуть более сексуально. Она не может даже сама себе объяснить. Ей просто у нас утра встала и хочет так одеться. Должны ли мы судить о том, что мы увидели Наталью Владимировну в этот день с глубоким декольте? Да. Должны ли мы ее воспринимать, что, кажется, она флиртует всегда и со всеми? Нет, так в этот день у нее сработало. Человек поменял аватарку в этот день. Он ее поставил на какой-то период времени. А люди сейчас их меняют все равно достаточно часто. Выкладывают другие фотографии. Взрослеют. И нельзя оценивать... Вот почему я здесь как раз и сказал, что нельзя оценивать по вот этой вот фотографии точно так же, как и нельзя сказать, если бы мы увидели создателя какого-то мема и сказали, вот этот человек пошляк. Нет, он не пошляк. Он просто сегодня создал какой-то пограничный мем. Но это не значит, что он такой. Все чуточку сложнее. Социальные сети это примитивная модель отзеркаливания, но она очень примитивная. По ней нельзя судить о человеке, который очень сложен. Потому что, если бы можно было так это сделать, то всем бы удалось сделать искусственные аватары людей очень похожими на людей. Но сейчас есть несколько аккаунтов в социальных сетях, которые ведутся нейронными сетями. И все над ними смеются, потому что это очень тонко. Это такая сатира на всех людей собирательные образы. Но это все равно и пока еще не похоже на человека. Мы сложнее. И это пока радует. Вопрос такой. Подстраиваться под массовую аудиторию или выделяться из общей массы? В чем правда жизни? Так это последовательные действия. Ты сначала изучаешь, ты подстраиваешься, а потом ты понимаешь, как это все работает. Понимаешь социальные механизмы и начинаешь это уходить. Потом ты опять, когда ты какое-то время попытался отстроиться от всего этого, потом ты опять ныряешь. В моей картине мира это всегда такая вот синусоида, которая позволяет тебе при этом держаться. этот вопрос часто возникает у людей, которые заходят в соцсети, очаровываются всем тем, что там происходит и говорят, ой, а я тоже хочу. Я, кстати, так все себя веду. Сначала какое-то время одинаковые, потом понимаешь, что им очень сложно от этого отстроиться. Начинают делать что-то невероятно крутое. Понимаешь, что они сваливаются в маргинальщину, начинают откатываться назад. И это такой классный путь. То есть нельзя при этом сказать, что стратегия того, что ты будешь все время отстроенный от всех и будешь какой-то уникальный, каждый человек вообще, конечно, по себе уникальный. Но людям очень сложно сразу, почему я как раз сказал, сразу раскрыть свою уникальность и в нее поверить, если мы говорим о большинстве людей. Поэтому, конечно, какое-то время сначала ты подражаешь. Мне кажется, об этом ваша книга, да? Тут мне сразу хочется вопрос по поводу... Да, книга про раскрытие уникальности. Тут сразу же вопрос про подстройку или отстройку, да? А мы продаем или покупаем? Да, это правда. Не понял. Ну, смотря, что мы делаем. Если мы продаем, то мы отстраиваемся от конкурента. Это первичная задача, да? Если ты хочешь продать. Если ты покупаешь, и тебе нужно понимать, кто тебя покупает. То есть если ты... Вот когда ты... Взвольте, так даже. Когда ты продаешь, да? Да. Ты отстраиваешься от конкурентов и подстраиваешься под свою целевую аудиторию. Ты должен понимать ее. Если ты хочешь ей что-то продать целевой аудитории, идею ли, товар ли, неважно, проект... Ну да, не мейкап, а упаковка лица, например, там, или... Упаковка лица. Упаковка лица. Ну, первая. Я уже упаковка, как это выглядит. Скорее всего, уже эффект. Не мейкап, а эффект. И здесь, если ты носитель какого-то там товара, будь это идея, будь это реально товар или услуга, отстройся от конкурентов, но подстройся под свою целевую. В общем, вы теперь знаете все, что вам нужно делать и как вам работать с мемами. Отстраиваться, подстраиваться, да. Да, а если вдруг не поняли, то прочитайте книги наших замечательных авторов и точно вам станет понятно. Это была литературная дуэль. Мы разбирались с тем, как поколение соцсетей и мемов живет в разных социальных сетях, реагирует на все, что происходит в жизни, в том числе и на бесконечные мемы, которые как торпеды, значит, попадают многочисленными обоймами в наше сознание каждый день. И разбирались мы в этом вопросе вместе с маркетологом, писателем, автором трех бестселлеров и, может быть, четвертой на подходе, романом Тарасенко и автором книги «Как найти идею, начать зарабатывать» в Инстаграм и не только Марии Точилиной. Спасибо вам большое, друзья, за эту дуэль. И, как всегда, в финале программы у каждого из вас есть последнее слово. Все, что вы хотите сказать, все, о чем вы мечтали сказать нашим зрителям, пожалуйста. По поводу мемов, социальных сетей или, может быть, по поводу чего угодно. Мое, наверное, пожелание такое будет вообще всем-всем-всем людям быть здоровыми во всех планах, во всем отношениях. Потому что, если говорить о том, о чем мы сегодня говорили, мемы – это все-таки такой информационный фастфуд. И каждый для себя решает, что потреблять. То есть система никакая за тебя это не решит. Относитесь очень корректно, осторожно, аккуратно к той пище для своего мозга, которую вы потребляете. Вот, наверное, такое пожелание. Спасибо. Это правда. И я вот ровно здесь хотел бы поддержать, что наш мозг, к сожалению, пылесосит все подряд. И помогает только одно – критическое мышление. И если ты начнешь более критично смотреть на все то, что происходит, и сопоставлять, то, возможно, даже выключишься из этой жизни в социальных соцсетях и вернешься немножечко в реальную жизнь. И я все-таки сторонник того, чтобы люди обращали внимание, что большая часть жизни, она происходит в оффлайне, а не в онлайне. А люди очень часто об этом забывают. Мне бы хотелось вернуть людей назад из экранов. Берегите самого дорогого в мире человека, самого себя. Это правда. Отлично, друзья. Чистите ваши пистолеты, точите ваши сабли. Меня зовут Алексей Марков. Встретимся на следующей литературной дуэли. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok